В Украине нет денег на лечение детей с ДЦП. Той суммы, которую выделяет Минздрав, не хватает даже на самое необходимое. Подробнее о проблеме в короткой справке. Более 20 тысяч детей в Украине страдают ДЦП. В этом году на помощь им выделили 11 миллионов гривен. Однако денег хватает лишь на базовые медикаменты. Как правило, родителям приходится самим собирать немалые суммы на дорогостоящую реабилитацию детей. Еще хуже ситуации с интернатами для детей с ограниченными физическими возможностями, от которых отказались родители. Бюджетных денег в таких заведениях часто не хватает даже на полноценное питание. Лечат и оздоравливают таких деток лишь благодаря помощи благотворительных организаций и фондов. Один из таких домов – Днепропетровский детский дом-интернат. Таких уникальных заведений в Украине всего два. Здесь живут и учатся дети с ДЦП и врожденными аномалиями развития. В каких условиях они борются с недугом? Смотрите в следующем материале. Эта роза не цвела 8 лет. Только выставили на балкон, сразу цвела. Никите 19. Родители бросили его еще в роддоме, узнав, что он не сможет ходить. С тех пор его семья – интернат. Здесь он главный флорист. Букет приносят, цветов кому-то дарят. Я потом пропавший, допустим, завял букет. Я его забираю, обделываю, разделываю красиво. И тогда в землю погружаю. Через полтора месяца с этого черенка уже будет красивая роза. Мечтает выучиться и создать собственный бизнес – разводить и продавать цветы. Друг Никиты занимается плаванием. Только недавно вернулся с чемпионата. Чемпионат Украины. Потом был международный чемпионат, который проходил в Западной Украине. В этом году я еще как раз таки на последнем чемпионате Украины я защитил третий взрослый разряд. Мечтает занять первое место, а на премию – купить квартиру. Таких, как Вячеслав и Никита, в Днепропетровском детском доме-интернате 92 человека. Взрослые и самые маленькие. Родители от них отказались. Это все детки с ограниченными физическими возможностями. Есть детки, которые с тяжелой умственной отсталостью. Восемь из них на зондовом питании. Таких интернатов в Украине всего два. В этом году на помощь таким детям государство выделило всего 11 миллионов гривен. Однако такие детские дома получают лишь малую часть. Денег едва хватает на питание и базовые медикаменты. На море их оздоровить, и в санатории свозить, и памперсы купить, и специализированное энтеральное питание, которое стоит крайне дорого. Одна баночка 400 грамм – 342 гривны. Естественно, что за бюджетные деньги мы не можем позволить покупать такое. Однако на главное для таких детей реабилитацию бюджетных денег попросту не хватает. Уже 10 лет воспитанникам этого интерната помогает благотворительный фонд. Благотворительный фонд возрождения Владимира Мунтяна помогает именно этому детскому дому уже около 10 лет. За последний год по финансовым отчетам это был миллион 400 тысяч гривен. Последнее приобретение – это варочный котел. Ежемесячно для этого детского дома в фонде закупают лекарства на десятки тысяч гривен, собирают деньги на дорогостоящие операции. Владимира Мунтяна я знаю уже около 20 лет. Я видела, как он всегда переживает. Он переживает за людей, он хочет помочь. За последний год мы смогли сделать и операции деткам. Мы приобрели и одежду, и обувь детскую. То есть для мальчиков и для девочек. Это были и продукты питания. Именно благодаря такой помощи воспитанники интернатов могут надеяться на более полноценную жизнь. Ведь для этих детей главное не цифра, а забота. И знать, что они кому-то нужны. Оксана Григорьева, Леонид Агурин. Подробности телеканал Интер.